МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Гродно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. В преддверии главного праздника весны, 8 марта, руководство Гродненской областной клинической больницы поздравило своих сотрудниц. Как совместить семью и работу, и почему гродненское мороженое такое вкусное? Наши корреспонденты встретились с победительницами городского конкурса «Женщина года». Любимому городу чистый транспорт. Под таким девизом прошло открытие мойки в Гродненском троллейбусном управлении. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе заканчиваются последние приготовления главному весеннему празднику, 8 марта, канун Международного женского дня, традиционный период чествования лучших работниц во всех трудовых коллективах города. В Гродненской областной больнице посчитали, что 80% персонала составляют представительницы прекрасного пола. Именно для них сегодня звучали поздравления от мужской половины коллектива. Сегодня в Гродненской областной клинической больнице звучали самые приятные и тёплые слова в адрес тех, кто наполняет нашу жизнь красотой и любовью, в адрес женщин. В преддверии самого главного праздника весны, 8 марта, руководство учреждения здравоохранения поздравило своих сотрудниц с этим замечательным днём. Как было отмечено, на протяжении всей истории человечества женщины сохраняют уют домашнего очага, создают гармонию семейных взаимоотношений, воспитывают детей, вдохновляют на подвиги. Праздник 8 марта олицетворяет пробуждение от зимнего сна. Именно такая атмосфера царила сегодня в больнице. Канун праздника мы хотели бы поздравить наших любимых женщин. Мы их любим настолько, что готовы это сделать заранее, за несколько дней, для того, чтобы они могли непосредственно перед праздником подготовиться и какое-то время уделить своим близким родственникам дома на выходные дни. Поэтому мы хотим это сделать заранее. Коллектив у нас, в самом деле, огромный, до 2000 сотрудников. Большая часть, конечно, это наши прекрасные, милые женщины. По словам Сергея Тишковского, около 80% работающего в областной больнице медицинского персонала составляют женщины. Самым активным, успешным и трудолюбивым из них были вручены почетные грамоты и объявлены благодарности с денежными премиями. Не забыли организаторы и о концертной программе. Телерадиовещательный канал «Гродно плюс» присоединяется ко всем поздравлениям и желает милым дамам побольше радостных мгновений в жизни. Евгения Филипова, Андрей Шмыгин, Анатолий Бояринцев. Новости «Гродно плюс». Талантливый руководитель, многодетная мама и яркая общественница. Татьяна Кахановская уже 26 лет работает в Гродненском комбинате строительных материалов. Ей удалось совместить то, к чему стремятся многие женщины. Ко всем наградам Татьяны добавилась еще одна – победа в городском конкурсе «Женщина года» в номинации за активную общественную деятельность. В чем надо черпать энергию, узнавал наш корреспондент. Те, кто озаряет жизнь других, сами не остаются без света. Эта фраза является жизненным кредом заведующей комплексного общественного питания Гродненского комбината строительных материалов Татьяны Каховской, которая стала победительницей городского конкурса «Женщина года» в номинации за активную общественную деятельность. На предприятии она работает 26 лет. Прошла все ступеньки карьерной лестницы. Большой вклад как руководитель Татьяна Михайловна вносит в создание здоровых и безопасных условий труда и быта. Работникам филиала предлагается широкий ассортимент блюд и кондитерских изделий собственного производства. Мой профиль – это работа в общественном питании, связанная с приготовлением пищи, для того, чтобы работники нашего комбината могли вкусно покушать и потом, соответственно, хорошо поработать. Помимо того, что мы кормим людей, мы еще делаем разные праздники людям, юбилеи, свадебные мероприятия разного плана. Но это у нас хорошо получается, как говорят наши клиенты, и пишут нам благодарственные письма, и желают нам всего хорошего. Кроме руководящей работы Татьяна Михайловна активно занимается общественной деятельностью. Именно она стояла у истоков женского движения на комбинате. На предприятии многое делается для того, чтобы коллектив не только хорошо работал, но и отдыхал. У нас есть свой и хор, и ансамбль, и, конечно же, участвую всегда во всех мероприятиях, которые проходят на нашем заводе. Сама люблю петь, солировать, люблю также и вместе со всеми. Участвую во всех конкурсах, которые у нас бывают на нашем предприятии. Последний конкурс был, самый последний, посвященный Дню мамам – «Супер бабушка». Я была тоже её участником. С одной стороны, работа отнимает много физических, моральных сил и, конечно, времени. Но с другой, именно отсюда появляется энергия. Татьяна Михайловна Каховская – счастливый человек, потому что она мама троих детей. Мир и покой в семье – заветная её мечта. Мечта, которая стала реальностью. Юлия Косила, Андрей Шмыгин, Юрий Дубовик. Новости Гродно+. Молоко – уникальный продукт, блюдами из которого можно накрыть целый стол. Так утверждает героиня нашего следующего сюжета, которая возглавляет цех мороженого на открытом акционерном обществе «Молочный мир». Она признаётся, что каждое утро с удовольствием идёт на любимую работу. Может, поэтому гродинское мороженое такое вкусное? Алла Павлович стала победительницей городского конкурса «Женщина года» в номинации за профессиональные достижения. Как выглядит настоящая фея? Та, что из сказок. В белом халате, лёгком колпаке с лучистыми глазами и тёплыми руками, пахнущими мороженым. Знакомьтесь, Алла Антоновна Павлович – начальник цеха мороженого открытого акционерного общества «Молочный мир». Человек, который знает о мороженом всё и даже больше. И уверяет, что работа в молочном производстве очень творческая. Когда из молока вы получаете такое разнообразие и такое многообразие продукта, что можно накрыть праздничный стол только из одних молочных продуктов. И ваши гости будут счастливы, а вы будете довольны, что вашим гостям хорошо. В 91-м году Алла Антоновна пришла работать на «Молочный мир», а в прошлом году возглавила цех мороженого. Работа в молочной промышленности очень непростая, но все старания оказываются не напрасны, когда видишь, как буквально на твоих глазах жидкое молоко превращается в нежное, пластичное, ароматное мороженое, сливочный вкус которого знаком каждому с детства. Мамочка ведёт свою любимую доченьку в садик, папа ведёт своего сына из садика. Что он ребёнку дарит, чтобы у них было хорошее настроение, чтобы у них был контакт. Вот внутренний контакт, чтобы сын чувствовал, что он рядом с отцом. Ну, конечно, что-то вкусное, да, чтобы их объединяло, роднило. Это что, порция мороженого, почему нет? Молодой человек идёт навстречу к своей любимой девушке. Он хочет ей сделать приятное, ну почему бы не мороженое, да, чтобы посидеть в сквере над прудом, кушать мороженое, говорить, фантазировать. Подружки сплетничают в кафе, почему бы не скушать порцию мороженого. Алла Антоновна победительница в номинации за профессиональные достижения в городском этапе республиканского конкурса «Женщина года». И главная волшебница цеха мороженого признаётся, что каждый день с радостью идёт на работу. А потом точно так же домой, ведь там ждут любимые домочадцы, готовые поддержать в любой ситуации. Удивительно, но о чём бы ни говорила Анна Антоновна, о работе, о семье или даже о погоде, обо всём рассказывает с упоением. Это человек солнца, который теплом и светом наполняет всех, кто находится рядом. Я очень счастливый человек, хотя бы потому, что живу на этой планете. Это Божий дар, жизнь. Конечно, счастлива. И к другим новостям. Гродненские хирурги достали булавку из кишечника ребёнка. Как сообщают интернет-источники, девочка держала в зубах булавку и нечаянно её проглотила. Уникальную операцию по удалению из организма мелкого предмета провели хирурги детской областной больницы. Специалисты избежали тяжёлой операции. Булавку извлекли с помощью эндоскопической методики. 11-летняя пациентка прошла курс лечения и выписана из стационара. К слову, случаи, когда дети глотают мелкие предметы, происходят периодически. Чаще всего в лёгких застревают орехи и семечки. Доставали рыболовный крючок, сверло, мелкие детали от конструктора. А в детском пищеводе хирурги находят монеты, батарейки и даже головы от кукол. Чаще всего неосторожные дети от года до трёх. Пик подобных обращений приходится на лето. Трактор-эвакуатор уронил автомобиль во время движения. Сегодня около 11 часов утра произошло не совсем типичное ДТП. На перекрёстке улиц Дзержинского и Терешковой трактор-эвакуатор потерял буксируемый автомобиль. Как сообщает Гронинский автомобильный портал, Minivan Seat буксировался методом частичной погрузки на штрафстоянку. В какой-то момент эвакуатор потерял автомобиль, который соскочил с креплений и остановился в полосе перед светофором. Свет получил повреждения. На асфальте рядом лежали пластиковые обломки. Отломался регистрационный знак. Чтобы запротоколировать ситуацию, на место приехал наряд ГАИ. Автолюбители шутят, что чистая машина даже ездит быстрее. Конечно, вряд ли помытое авто меняет свои скоростные характеристики. Но вот то, что ехать в такой машине приятнее – это факт. Любимому городу чистый транспорт. Под таким лозунгом Гронинское троллейбусное управление открыло после реставрации мойку. Быстрота и качество – её главные преимущества. Взгляд на процесс мойки из салона троллейбуса в материале Диана Шитик. 2014 год станет юбилейным для Гронинского троллейбусного управления. Ведь именно 40 лет назад на дороге нашего города вышел первый троллейбус. Многое оборудование за годы эксплуатации пришло в негодность. Поэтому лучшим подарком для предприятия стал генеральный ремонт моечного оборудования. Ежедневно на свои маршруты выезжают более 120 машин, которые в год перевозят около 80 миллионов пассажиров. А им должно быть максимально удобно и комфортно, чему, собственно, и способствует новая моечная установка. Это позволит значительно улучшить санитарное состояние нашего подвижного состава. Троллейбусы будут выходить в город в чистом состоянии. Кроме этого, мы приобрели и средства малой механизации, в частности, и парогенератор для того, чтобы проводить, в том числе, и обеззараживание. Ну, прекрасно мы понимаем, что и внутри салона должно быть чисто. Приобрели мы моющий пылесос и приобрели другие такие механизмы, которые позволят, наверное, значительно улучшить состояние нашего подвижного состава. Благодаря выполненным работам и новому оснащению, мойка транспорта стала осуществляться быстрее и качественнее. А приобретенный парогенератор позволяет произвести дезинфекцию непосредственно в салонах троллейбуса. Возможность открыть новоиспеченную мойку предоставили главе администрации Октябрьского района Анатолию Бубину, а также начальнику Гродненского троллейбусного управления Виктору Шарейко, который твердо убежден в том, что любимому городу нужен чистый транспорт. Диана Шитик, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. Гродненка победила в российском косметическом конкурсе. Эстравагантный образ девушки с фарфоровой кожей, воротником из петушиных перьев и черепом в руке принес 24-летней Дарье Йодель победу в битве визажистов в Москве. Конкурс прошел в рамках Всероссийского съезда профессионалов красоты. Яркие краски, необычные образы и умение сочетать несочетаемое, ставка организаторов. Дарье оценивали легенды макияжа Денис Карташов, Феликс Штейн, Эйнат Дан. Образ под названием «Гламурная готика», как рассказала Гродненка, она лепила из подручных средств. Массивный воротник нашла у подруги, а игрушка черри продавалась в дарьке вместе с познавательным детским журналом. Второй образ, признается девушка, автобиографичен. Сумасшедший художник, так его назвала Дарья. Это хаотично нанесенные на лицо блестки и различные косметические текстуры, торчащие из-за уха кисть для макияжа. К слову, впервые креативный макияж девушка сделала пять лет назад. Тогда лицо модели обрамляли ярко-зеленые листья салата. Дарья признается, что черпает вдохновение повсюду и в различных предметах и событиях. Сегодня стали известны места и даты проведения отборочного кастинга конкурса «Королева красоты Мисс Грудно-2014» 15 марта в 11.00 на большой сцене областного драматического театра. Кроме того, организаторы напоминают, что последние дни записи на кастинг – 11 и 13 марта. Девушкам, которые претендуют на королевскую корону, рекомендуется поспешить. Напомню, на кастинг может записаться любая Гродненка в возрасте от 16 до 24 лет, ростом от 168 см. Еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by Выпуск продолжит Анастасия Бояренцева, которая расскажет о новостях спорта. Приятного вам вечера. До встречи. Здравствуйте. Молодежная сборная Беларуси по футболу не смогла отстоять ничью в выездном матче с лидером 10-й отборочной группы чемпионата Европы 2015 команды Франции. На третьей компенсированной минуте хозяева поля сумели поразить ворота белорусов и одержать шестую победу подряд. А у команды Игоря Ковалевича это уже шестое поражение при единственной виктории над сверстниками из Казахстана. Свой последний поединок в отборочном турнире белорусы проведут 9 сентября в гостях с Арменией. Борисовский Баты выступил с заявлением, в котором осуждает решение Белорусской Федерации футбола провести матч на суперкубок между обладателем Кубка страны и чемпионом в Минском Манеже. Погодные условия сегодня позволяют организовать важный поединок на открытом грунте и при большом наплыве зрителей. В Беларуси есть стадионы, которые оборудованы подогревом в Минске, Борисове и Гродно. На любой из этих арен можно играть при поддержке болельщиков. Напомню, что поединок за суперкубок запланирован на 15 марта. В последнем выпуске спортобзора мы уже говорили о странном решении Федерации, но вот оглашена реакция одного из участников встречи. Впрочем, у Федерации еще есть возможность исправить положение и не превращать футбольный праздник в пустую формальность. Гродненский Неман продолжает подготовку к стартующему вскоре футбольному сезону. Как мы уже сообщали, в первом спарринге второго тренировочного сбора команда Сергея Солодовникова уступила Самарским крыльям Совета 0-3. Сегодня Неман встречается с российской Калугой. Хрустальный кубок личины. В борьбу за эту награду сегодня вступили четыре клуба нашего региона. Лида, Сморгонь, Слоним и дублирующий состав Гродненского Немана. Торнир завершится 7 марта. Вчера состоялись первые четвертьфинальные матчи чемпионата Беларуси по хоккею. Гродненский Неман на своей площадке принимал Брест и выиграл 4-2. Хотя в первых двух периодах борьба была равной. Но в третьем на льду полностью господствовал Неман. У Гродненцев шайбы забросили Ярослав Кристок, Станислав Лопачук, Виктор Андрющенко и Евгений Степанов. Сегодня второй матч серии до трех побед. А на этом у меня все. Болейте за наших. До встречи.